Благодаря на все обещания Путина, российских срочников отправляют на войну. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Максим Ханегин погиб 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину. Похоронку маме прислали в WhatsApp. Я даже не могла предположить, что срочника пошлют туда воевать. Он автомат два раза держал его, фотографировался когда. Согласно данным генпрокуратуры, страны-агрессора позже в Россию с территории Украины вернули 600 срочников. Изданию «Медиазона», которая по некрологам и местам захоронений ведет подсчет погибших на так называемой СВО, стало известно. Срочники длительное время присутствовали там, где войны якобы нет. В Крыму, на границе с Белгородской областью, а также в Курской области, часть которой сейчас под контролем ВСУ. Самый такой важный, конечно же, с этой точки зрения случай, произошел во время гибели крейсера «Москва», где служили срочники. И команда, собственно, этого крейсера официально не участвовала в специальной военной операции. Несмотря на то, что крейсер «Москва» обеспечивал, в том числе, контроль над акваторией Черного моря. Сколько срочников погибло на крейсере «Москва» до сих пор Кремль официально не озвучивает. По разным данным, ушли под воду около 40 моряков. Среди них, по меньшей мере, 14 срочников. В ноябре его отправили на флот служить. И, ну, он, по возможности, он выходил на связь, ну, как бы, 10-го числа он был на связи. Да, вот он позвонил, сказал, что уходит в море. После 14-го мы о нем ничего не знаем. Когда началась операция ВСУ в Курской области, именно срочников командование армией РФ кинуло защищать границу. Десятки призывников сдались в плен. Есть и погибшие, утверждают журналисты медиазоны. Мы, конечно же, с ужасом ждем, когда уже начнут публиковать некрологии из Курской области. Пока их не так много, видимо, потому что территория захваченная осталась за противником. Не факт, что стороны меняются телами погибших. Соответственно, не факт, что еще сведения о погибших дошли, собственно, до официального подтверждения о смерти. Среди тех, кто погиб недалеко от суд, же срочники из Вологды. 18-летний Даниил Рубцов. Почему срочники, мальчишки там оказались? Чей этот приказ был? Кто приказал вот это вот? Я хочу этому человеку просто, чтобы он мне в глаза просто посмотрел. Не только мне, а тем матерям, которые потеряли мальчика. Журналистам медиазоны удалось подтвердить гибель 172 срочников. За время полномасштабной войны больше половины погибших из небольших городов и сел. Продолжение следует...